Канал «Сказано» приветствует вас. Сегодня мы зачитаем статью Андрея Бобицкого. Шизофренический криз украинской власти. В последние несколько дней, оставшихся до встречи в Париже, команду Зеленского, включая самого президента, накрыло коллективное безумие. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в Лондоне, что не видит разницы между Россией и терроризмом. Заявление это в преддверии саммита рождает серьезные сомнения в психической адекватности главы украинского внешнеполитического ведомства. Если между Россией и террором можно поставить знак равенства, то тогда совершенно непонятно, почему украинский президент намерен вести душеспасительные беседы с предводителем террористов, каковым, исходя из заявлений Пристайко, является Владимир Путин. С террористами, как известно, не договариваются, их уничтожают. Сам Зеленский в интервью немецкому журналу «Шпигель» вновь предпринял попытку подвергнуть ревизии, прописанной в Минских соглашениях, порядок действий. По словам украинского лидера, установление контроля над границей и дальнейшее проведение местных выборов является позицией украинцев в целом. Надо отдать должное украинскому президенту. Сейчас он хотя бы осознает, что это не Минские соглашения, о чем он именно в такой форме и заявил журналистам. Также не вполне ясно, при чем тут позиция украинцев и мирный процесс, сценарий которого прописан достаточно детально, и отступать от него ни Москва, ни Донецк с Луганском не намерены. Еще одна замечательная новость – это предложение, прозвучавшее из уст помощника президента Андрея Ермака изменить или расширить состав трехсторонней контактной группы в Минске. Цитата Ермака. «Мы хотим, чтобы представителями территории были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость, то есть имеют юридическую привязку относительно того, что они могут представлять эти территории. Мы хотим, чтобы это были люди, хорошо известные на Донбассе». Конец цитаты. По словам Ермака, таким образом может быть отражена позиция переселенцев из Донбасса, которые сейчас проживают на Украине. Эта позиция только кажется логичной. На самом деле целью Минского процесса является урегулирование военного конфликта. Именно поэтому предполагается, что Киев должен вести прямые переговоры с конфликтующей стороной. С переселенцами у украинских властей нет никаких разногласий. Они покинули Донбасс именно потому, что не были согласны с тем выбором, который сделали оставшиеся. Как можно обсуждать условия заключения мира с теми, кто полностью разделяет твои взгляды и подходы? Они представляют интересы Киева. И их участие в переговорах – это усиление украинских позиций за счет включения в процесс еще какого-то числа людей, готовых отстаивать интересы Украины. Или даже полной замены. Не имеет ни малейшего значения, являются ли эти лица переселенцами из Донбасса или приезжими из Львова или Винницы. Ермак также огласил так называемый план «Б» на случай, если переговоры в Париже окажутся безрезультатными. Цитата Ермака. «Если мы не увидим готовности со стороны России идти к мирному процессу, будем тогда строить стену, не в фигуральном плане, и жить дальше». Конец цитаты. В переводе на человеческий язык это означает примерно следующее. «Если Россия не признает себя участницей вооруженного конфликта и не выразит готовности вывести свои войска и оставить Донбасс в покое, мы просто отгородимся от оккупированных территорий». То есть, в головах людей из окружения Зеленского Минские соглашения продолжают наличествовать исключительно в ложных и отвергаемых как Донбассом, так и Москвой интерпретациях. Вишенкой можно считать пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, которые утвердили на совещании у президента в рамках подготовки к нормандской встрече. Ранее глава СНБО Алексей Данилов назвал фейком появившуюся в интернете докладную записку с перечислением как раз пяти вариантов реинтеграции. Судя по сегодняшним утечкам, документ был вполне аутентичным. И в нем действительно идет речь о депортации нелояльных к Украине жителей Донбасса в Россию или западные области Украины. Отчасти это подтвердил и Зеленский, который в том же интервью Шпигелю сказал, что те, кто за Россию, могут уехать. Вся эта клоунада лишена смысла, поскольку все без исключения предложенные идеи нереализуемы. Невозможно подвергнуть ревизии Минские соглашения. Невозможно что-то сделать с жителями Донбасса, пока его рубежи охраняет народная милиция двух республик. Нельзя расширить или заменить состав представителей ЛДНР на переговорах в Минске. Люди, выступающие с такими заявлениями, ведут себя так, как будто бы они одержали победу в войне и диктуют свою волю побежденным. Безумие и отвага команды шоуменов заключается в том, что они совершенно не понимают, что перед встречей в верхах каждое слово в публичном пространстве должно быть тщательно взвешено и протестировано на предмет соответствия дипломатическому этикету, наличия или отсутствия ненужной конфликтогенности. В противном случае можно так накалить атмосферу, что никакого нормального разговора не получится. Кроме всего прочего, весь этот КВН не имеет никакого отношения к делу. На переговорах в Париже Зеленский будет находиться в перекрестии трех прицелов России, Франции и Германии и, возможно, из-за океана США. О чем сумеют договориться между собой российский лидер и его европейские коллеги, которые будут представлять отчасти и американские интересы, то Владимиру Зеленскому и предстоит исполнить. Может быть, неотвратимость надвигающейся судьбы или чувство отчаяния как раз и опрокинули в шизофренический криз то ли правящую на Украине, то ли не очень команду. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, оставьте свое мнение в комментариях, поделитесь роликом в социальных сетях и подпишитесь на наш канал.